Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». 21 июля нас ждет оленье полнолуние. Индейцы из Северной Америки называли это явление так, потому что к середине лета у оленей вырастали новые рога. Влияние такой луны на представителей всех знаков зодиака достаточно сильное. Некоторые быстро и неожиданно достигнут больших высот, а кому-то придется сбавить темп, уйти в сторону и взять паузу. Период порадует всех домоседов. В это время лучше заниматься бытовыми вопросами и проводить время с семьей и навещать родственников. Захочется снизить до минимума социальную активность и не отвечать на деловые звонки и письма. Какие еще события ожидают представители всех знаков зодиака в разгар лета, расскажем прямо сейчас. Овнам звезды советуют не пытайтесь получить что-либо силой, к чему с 15 июля настоятельно призывает миролюбивая Венера в вашем знаке. Чем больше вы будете добить на людей и сопротивляться течению жизни, тем меньше ваши шансы на успех. Отпустите ситуацию, тогда вы окажетесь в нужном месте и в нужное время. Тельцам с 16 по 20 июля нужно тщательно следить за тем, что вы надеваете, что вы говорите и что вы едите. Чтобы выглядеть хорошо и презентабельно, вы должны уделять внешнему виду больше внимания. Потому что в этот период вы будете очень часто знакомиться с новыми людьми и для вашей пользы важно произвести на них положительное впечатление. У близнецов будет шанс выйти на новый профессиональный уровень. Вероятно, выгодные предложения, рост доходов и карьерные достижения. Астрологи советуют укреплять свои позиции, делать жизнь комфортнее и двигаться к финансовой независимости. В данный период времени ракам рекомендуется занять позицию наблюдателя. Стоит больше слушать окружающих, анализировать их слова и делать выводы. Такой подход позволит лучше узнать людей, с которыми вы работаете и живете, и сформировать о них объективное мнение. Середина лета, период ретроградного Сатурна. И представителям знака Зодиака Лев такое положение планеты поможет взглянуть правде в глаза, разоблачить обман и самообман, установить твердые границы, разобраться со своими страхами и увидеть допущенные ранее промахи и то, что, возможно, упускали из виду. Ваше материальное положение может быть улучшено, доход, вероятно, принесет неожиданная сделка. Скорее всего, вам придется внезапно менять планы или быстро вносить изменения. На этой неделе спокойствие и уравновешенность ДЕВ может раздражать некоторых людей. Сейчас тот период, когда вы можете себе позволить поспать подольше, никуда не торопиться и не спешить. Некоторых представителей земного знака могут посещать мысли о смене места жительства или рода деятельности. Для этих целей июль вполне подходящий месяц. Девам, которые задумывались о создании семьи, пора действовать. Брак будет удачным, считают астрологи. Весам середина лета подарит волну везения, причем удача будет касаться всех без исключения сфер жизни. Мужчины-весы получат признание в бизнесе, женщины – возможность продемонстрировать свои лидерские качества на работе. Всем скорпионам в этом месяце потребуется упорство даже тем, кто не стремится к головокружительной карьере. В середине лета у знаков водной стихии появится много идей и задумок. Судьба позволит реализовать их без лишней помощи. Июльский гороскоп скорпионов обещает также глобальные изменения в личной жизни. Ваши чувства станут сильнее, а связь с возлюбленным намного крепче. Для стрельцов середина июля будет немного сложным и противоречивым периодом. Предстоит много домашних и рабочих дел. Окружающие потребуют от вас внимания, помощи или совета. Такая загруженность будет достойно оплачена на работе в виде повышения заработной платы, а дома – вниманием и заботой от близких. Общение и информация необходимы козерогам, как воздух. Чем больше вокруг вас людей, тем лучше. Причем не так уж важно – друзья это, коллеги или посторонние. Вы со всеми найдете общий язык. Благодаря коммуникабельности есть шанс завести полезное знакомство, новое хобби или стать обладателями нужной информацией. Звезды обещают водолеям. На этой неделе можете рассчитывать на профессиональный рост и повышение зарплаты. Еще звезды напоминают водолеям. Середина лета – это отличное время для творчества. Обязательно поучаствуйте в художественных, актерских и музыкальных мастер-классах. Рыбам астрологи советуют взять долгожданный отпуск и отправиться в дальние страны. В июле вам обязательно нужно быть поближе к воде. Именно ваша родная стихия поможет разобраться в своем внутреннем мире, получить ответы на многие вопросы и зарядиться положительной энергией. Такую неделю обещают нам астрологи. С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч и будьте счастливы!